ВООБЩЕ Я ДОВОЛЬНО ЛОЯЛЬНО Отношусь к спин-опам. Их не позиционируют как основную линейку. Если ответвление получилось неудачным, его можно без дозрения совести пропустить. И вообще, вдруг выйдет что-то оригинальное из всего этого. Так что... Прррррррр. Так, стоп. Ещё разок. Эмм, да. Знаете, вот порой бывает, смотришь какой-нибудь трейлер и ничего в нём не радует. Но потом оказывается, что игра-то бодрая и весёлая. Но иногда уже по скриншотам всё понятно. И вот тут у нас похожий случай. Я думаю, в какой-то момент ребятам из Капком стоило сесть так обстоятельно, пересмотреть все геймплейные ролики и сказать «Ну, чё-то не удалось. Бывает. Давайте просто забудем об этом». Да какого хрена этого не произошло? Думали, что окупится, что ли? Все же видели, как это смотрится коряво. Так, спокойно. Спокойно. Более адекватно. В общем, сегодня на stopgame.ru вас ждёт обзор спин-оффа серии Resident Evil, который называется... Умбрелла Корпс. Не знаю даже, с чего начать. Тут как бы за что ни возьмись, всё рука к лицу тянется. Но давайте тогда, что ли, с позиционирования стартанём. Умбрелла Корпс — это сетевой боевик с элементами одиночной кампании, действие которой происходит в знакомых и не очень декорациях вселенной Resident Evil. Именно в декорациях вселенной, а не в ней самой. Просто язык у меня не повернётся сказать, что сюжет на этой игре имеет хоть какую-то связь с обителью зла. Не то, чтобы у Resident Evil был хороший сюжет, но он всё-таки хотя бы был. А тут даже смысла говорить о нём нету, потому как история внятная просто отсутствует. Мол, всё это тренировочные испытания оперативников Умбреллы. Живите с этим. Так что перейдём к чему-то более конкретному и поначалу лайтовенькому. К одиночной кампании, которую тоже сложно назвать полноценной. Это набор тренировочных заданий, где игрока закидывают на маленькую карту, населённую зомбаками, и заставляют собирать образцы с трупов, удерживать зоны и всё в таком духе. Как будто гоняешь в рейд из Revelation или в наёмников из той же четвёртой части. Абсолютно по боку, что происходит вокруг и зачем. Потому что это лишь вступительная часть перед главной фишкой игры. Мультиплеерными побоищами. Коих тут два вида. Миссии и одна Жизнвы. Кто-то наверняка меня поправит, мол, надо говорить Жизнь. Но нет, ребят. Жизнвы. Эта Жизнвы представляет из себя классический командный деф-матч без возрождений. Типа Counter-Strike, только фиксировано 3 на 3. Самый скучный режим, как по мне. Все постоянно шкерятся по углам и укрытиям, изображают тактику, которой тут нет и не пахнет. Хотя перед стартом раунда ты можешь её указать, что повлияет ровно ни на что. А если помираешь, то сидишь и наблюдаешь за всей этой битвой черепах со стороны. Поэтому думаю, что режим миссии будет куда интереснее. Если позволите так сказать. Тут опять-таки дерутся две команды по три человека до трёх побед. Только условия в каждом раунде меняются. Первый вариант это опять-таки классический командный деф-матч, но уже с возрождениями. Второй это охота за целью, когда надо убить конкретного игрока в команде соперника и защитить такого же в своей. Третий это захват точек. Четвёртый заключается в сборе образцов с убитых зомби. Пятый то же самое, но зомби один и очень сильный. Шестой и седьмой режимы гордо носят название Школьник. Потому как в них надо собирать разбросанные на карте портфели, либо удерживать один дольше, чем соперник. И стараться не попасть им в стекло. Стекло не попадет. И напоследок ещё собачий режим, когда с убитых противников валятся ошейники и их надо подбирать. С официальной частью обзора покончено, поэтому давайте наконец-таки докапываться. Погнали. Первое, что вас ведёт в ступор, это камера и её расположение. Она не от первого лица и я не скажу, что она от третьего лица толком. Скорее она прикреплена к уху героя, из-за чего ваша тушка сжирает процентов 20 экрана. И первые полчаса это будет сильно напрягать. А потом тоже будет напрягать и не факт, что слабее. Во-вторых, это анимация. И я даже не про такие почти незаметные вещи, как вывихнутая нафиг рука у оперативника. И о такой важной части механики, как ползанье по полу. Сейчас это в тренде и видать разрабы решили, а чё б не сделать и действительно сделали. Посмотрели в каком-то странном словаре, что значит ползать. И видимо там было написано, это как ходить, только низко. Поэтому герой тут может лёжа делать всё то же самое, что и стоя. И с такой же скоростью. Но и этого оказалось мало. У героев ног не видно, поэтому и не надо толком анимировать ходьбу. Так что персонажи тут не ходят. Они едут. Просто как на гусеницах. Вот сейчас главный герой не перешагивает через кучу какого-то говна. Он переезжает её. Как трактор. Но я не буду долго останавливаться на этом, хотя сказать-то можно было многое. Просто вы сами на экране будете это видеть довольно часто. Потому как целиться здесь и некогда, и неудобно. Поэтому в лежащего на полу врага попасть сложнее, чем в бегающего. Из-за чего бои иногда превращаются в натуральные половые войны. Вторая же по частоте возникновения ситуация получила у меня кодовое название битва викингов. Когда игрок выхватывает свой боевой топор и отправляется рубить всех налево и направо. И вот все уже улюлюкая носятся туда-сюда по карте, которая состоит из комнат четырёх максимум. Поэтому все встречаются в одной точке и кромсают друг друга, создавая натуральную гору трупов. Кстати, по этим вот контурам, которые видимо очерчивают полигоны на главных героях, можно было бы предположить, что игра только вышла в Early Access, в статусе при альфы. Но нет, это такой артистик чойс. Думаю вы уже заметили, но на картах встречаются и обычные зомби, но почему-то они никак не реагируют на бойцов. Всё дело в рюкзаке, что висит на спине у оперативников. Под ним скрыт какой-то high-end PC, который отпугивает мертвецов. Но после пары попаданий он ломается и тогда от орды вас никто не спасёт. Разве что можно залезть на крышу при помощи топора или скрыться за дверью. Правда они тут открываются как-то криво, вас три раза убить можно за это время. Ещё позволяют взять зомби в качестве живого щита, что особо не нужно и занимает достаточно много времени. А гранаты взрываются приблизительно 3 миллиарда лет. Не верите? Вот смотрите. Ровно, я сам засекал. И напоследок я оставлю скрипку. Вот эту скрипку, которую дают за прокачку. Я так и не нашёл где она появляется и для чего она нужна. Но зато разобрался куда девать всё остальное, что дают за повышение уровня. А здесь есть новые пушки, которыми вы всё равно не пользуетесь, потому что топоры топчик. Нашивки, надписи на которых в точности отражают механику игры. Наклейки, которые можно наклеить на свой шлем, либо на морду в эскеру. Возможность заклеить Леону единственный зрячий глаз. За такой стоит отдать свои кровные, не правда ли? И разумеется, можно покастомизировать своего оперативника в тактические ярко-голубой или зелёные цвета, чтобы меньше выделяться на фоне окружения. А как вам вот такие вот огромные, тоже видимо очень нужные на таких маленьких картах прицелы? На перекрестие в виде смайлика. Очень удобно, наверное. Вообще, это, конечно, полный всос. Настолько кривого, страшного и неудобного боевика я не видел давно. Даже негладкая шестая часть по анимации была приятнее в разы. Карты здесь очень тесные, даже для шести игроков. И то, что нам всучили локации старых игр, не делает ситуацию лучше. А в онлайне уже тяжело найти соперников, хотя ещё недели не прошло с момента релиза. Evolve держалась дольше. Зато объявили, что новые режимы и карты будут бесплатные. Но вот только для кого? Я, кстати, из релизного-то трейлера не видел некоторых вещей. Где вот эта локация? Или это? Что вот тут за режим с фонариком и тьмой? Может, чтобы их открыть, надо пройти все одиночные игры? Но идите-ка вы нафиг! Уже после десятого однотипного задания охота выключить и забыть про всё. В этой игре убоги даже шрифты. Смотрите, вот этот он есть прямо в игре, а вот этот я за три минуты сделал в World Art. И мне кажется, мой красивей. Кстати, чисто по-русски поймите, что значит надпись «Почти выжил». Но это уже совсем мелочи. И вот должен же был кто-то из разрабов это заметить. С самого первого трейлера все смеялись над анимацией, ползанием и всем остальным. Отменить, переделать, просто забыть. Но вот зачем-то выпустили. На потеху народу. Сказали, видать, друг другу разработчики. Да несцы. Не заметят. Но вот, заметили. А в конце хочется сказать, что на самом деле игра получилась отчасти забавной. Чем-то средним между Right to Hell и российской сборной по футболу. То есть настолько кривая и сумбурная, что даже веселит, если не воспринимать её всерьёз. Если бы это была фри-ту-плейка. Типа, за бесплатно несколько раундов побегать вечерком, почему бы и нет. К тому же тут кастомизация какая-никакая есть. Продавая бошки вэскеров, крисов и леонов за бабло, и никто бы не жаловался. Но платить за такое от одной до двух с лишним тысяч рублей? Увольте, но нет. Я даже не поскуплюсь на самую низшую оценку. А то чё-то мы её редко используем. А тут такой повод. Так что ждём седьмую часть Резидента, а про эту штуку смело забываем. Лучше давайте искать, кому ещё этот палец можно затолкать. Субтитры сделал DimaTorzok